Кролики-великаны. Кролиководы выявили немало разнообразных пород от миниатюрных представителей до кроликов-гигантов. Каждый представитель обладает своими преимуществами. Великаны славятся крупным телосложением, большим весом и высокими показателями продуктивности. Превосходят характеристик пород великанов кролики-гиганты Джаэнтробит. Какие породы относятся к великанам? Кролики-великаны представлены следующими породами. Белый великан, серый великан, бельгийский великан или фландер, немецкий пятнистый великан, веслоухий баран, конь-си или континентальный гигант. Особенности характеристики пород. Белый великан этих кроликов выявили путем склещивания бельгийских кролей-альбиносов в XIX веке. Порода характеризуется крепким телосложением, белоснежным цветом шерсти, густотой меха и красными глазами. Длина туловища достигает 55-65 см. Вес 5,3 кг. Кроличи лапы крепкие, несмотря на свою утонченность. Длина прямостоящих ушей средняя. Чаще всего их разводят для получения белоснежной шкуры, которая хорошо окрашивается. Также белых великанов используют для склещивания и получения новых больших пород кроликов. Кролик породы белый великан серый великан был выведен в 1952 году в Алтавской области путем склещивания фландры с обычными русскими кроликами. Шерсть у данной породы серого цвета, но попадаются представители с черным и белым окрасом, которые также относятся к великанам. Кролик вырастает до 65 см и набирает вес до 6,5 кг. Уши прямые и стоячие, на концах имеют небольшое закругление. Порода обладает высоким показателем устойчивости к низким температурам и большинству заболеваний. Кролики неприхотливы к условиям содержания. На заметку, самки серого великана обладают высокой плодовитостью. Серый великан, бельгийский великан или фландер считается наиболее популярным представителем среди великанов. Иногда этих кроликов относят к гигантским породам. На основе бельгийцев было выведено большинство крупных пород. Тело достаточно крупное и вытянутая, масса может достигать 12 кг. Кролики имеют короткие передние лапы и длины задней конечности. Голова крупные уши достигают 19 см. Свойственно прямая и широкая область позвоночника и крепкий скелет. У этих кроликов длинный хвост, обладающий хорошей жесткостью приподнятый. Среди окрасов наиболее популярный – голубой, белый, серый, кофейный, черный, кенгуру. Порода славится высокой мясной производительностью. Фландеры имеют длинные 18 см уши. К недостаткам относят позднее начало размножения. Несмотря на это, самки приносят большое количество крольчат. Немецкий пятнистый великан, немецкий кролик-великан, другое название и породы кролик строкачили немецкая бабочка, был получен путем сквещивания фландры с черно-белым кроликом. Официально порода немецкий пестрый великан была зарегистрирована в 1907 году. Селекционеры продолжили работу над сквещиванием немецких бабочек и в 1937 году получили породу ризин. Немецкий пятнистый великан кролик строкач. Описание породы особей обладает хорошо развитыми мускулами и сильными лапами. Длина тела достигает 71 см, а ушей – 18 см. Средний вес кролика – 6 кг. Но встречаются представители, достигающие показателя 10 кг. Большие карие глаза. Кролики имеют мягкий мех с небольшим блеском длиной 3,5 см. Черные пятна на белом теле расположены симметрично на спине и боках. Акрас меха крольчат строка в одном помете может быть различным. Встречаются пеги, белоснежные, однотонные. В стандартном считается белый цвет с черными пятнами. Для получения такого оттенка шерсти случают стандартного кроля и белоснежную крольчиху. Важно! При разведении породы кролик немецкий великан необходимо знать основы генетики. Это позволит получать сильных представителей породы. Для содержания таких кроликов используют вольеры без сетчатого пола или большие клетки. Кролики не терпят сквозняков, грязных вольеров, темноты и попадания прямых солнечных лучей. Половая зрелость наступает в 6 месяцев. В одном помете можно получить до 20 крольчат. Веслоухий баран порода была выведена английскими кролиководами. Характеризуется крупным телосложением, массивной головой, длинными висячими ушами, горбатым носом. Кролиководы различают несколько видов породы баран – немецкий, английский, французский, голландский, карликовые, ворсистые, месинские, плюшевые. Кролик породы – веслоухий баран, немецкий и французский баран имеют почти одинаковые характеристики. Представитель английского вида имеет большие уши и короткие лапы. У ворсистой особи длинная пушистая шерсть, а у плюшевого – короткая. Наименьшими представителями породы являются голландские карликовые кролики. Дополнительная информация Мэйсенский кролик считается вымирающим видом и защищен немецким законом Вес взрослой особи может варьироваться от 8 до 10 кг Баран имеет средний показатель плодовитости В одном помета самка приносит до 7 малышей Баран имеет спокойный дружелюбный характер Хорошо подходит для содержания в качестве домашнего любимца Для содержания подходят вольеры, так как кролик имеет большой размер Континентальный гигант Два представителя данной породы были занесены в книгу рекордов Кролик континентальный гигант Средний вес кролика конти 16 кг При правильном питании и уходе они могут набирать до 20 кг Длина тела достигает 65 см Конти имеет длинный 20 см ушек костяк с высокой плотностью и мощностью Густой механический Мех кролика, напоминающий шелк, представлен в нескольких окрасах агути Мех имеет каштановый оттенок с оранжевой серединой и темно-серым подшерстком Живот кролика белый, уши и хвост имеют черный кантон Красный агути Каштаново-красная шерсть с темным текерованием и голубым подшерстком На животе и хвосте преобладает кремовый оттенок Олени характеризуются рыжими оттенками, светлым подшерстком и бежевым животом Опаловый оттенок состоит из бледного-голубого оттенка на кончиках шерсти, кремовой середины и темного подшерстка На ушах имеется голубая окантовка Живот и хвост светлого бежевого оттенка Светлая сталь имеет серый конец волоска, песочную середину и серо-голубое основание Темной стали присущ темный серый оттенок, который светлеет ближе к коже Черный мех имеет однородный оттенок Цвет глаз у таких кроликов карие или черные Продолжительной жизни конте составляет 5 лет Они имеют покладистый спокойный характер Болезнь кроликов-великанов и способы их лечения Инфекционная стоматит заболевания носит вирусный характер Заражение происходит от одного животного к другому Характеризуется поражениями в ротовой полости, вялостью кролика, снижением аппетита Истощение организма ведет к гибели Наиболее подвержены риску заражения молодые особи в возрасте 20-25 дней При проявлении симптомов заболевания больных особи отсаживают, в клетках проводят дезинфекцию Инфекционный стоматит у кроликов важно Кролики, переболевшие стоматитом, не случаются с другими особями Лечение инфекционного стоматит заключается в обработке ротовой полости животного Для этого используют марганцево-кислый калий в виде 0,15% раствора Медный купорос 2% раствор Порошок стриптоцида 1 раз по 0,2 грамма несколько дней Инъекции пенициллина вводимые подкожно Обратите внимание, здоровым кроликам, побывавшим рядом с больными особями, обрабатывают полость рта 1 грамм порошка стриптоцида Мексомато с разносиками вируса могут стать кровососущие птицы, больные или особи В начале заболевания появляются признаки конъюнктивита и ринита, затем возникают опухоли на теле Данное заболевание не предусматривает лечение, поэтому больных кроликов пускают на забой клетки и кормушки тщательно дезинфицируют Для профилактики проводят вакцинацию поголовья Мексомато с вирусной геморрагической болезнью кроликов ВГБК Данное заболевание характеризуется следующими признаками повышения Температуры тела до 41 градусов Слабость, вялость, потеря аппетита, диарея, воспаление легких, посинение губерний Так же как и мексомато с ВГБК не подлежит лечению Чтобы уберечь поголовье от плодежи проводят своевременную вакцинацию Дополнительная информация Одним из популярных направлений селекционной работы становится разведение кроликов-акселератор Они отличаются высоким иммунитетом, к которому не страшны практически любые заболевания Так же эти кролики имеют способность ускоренного роста Кормление Чтобы получить хорошую шкурку и высококачественное мясо, необходимо грамотно составить рацион кроликов В среде грубой пищи кролики нуждаются в шине, ржи, бобовых, кукурузе и овсе Так же следует обязательно включить зеленые корма, сезонные фрукты, овощи и зелень Осенью и зимой в рацион добавляют витамины и минералы Зимой кроликов необходимо кормить сеном, соломой и корой деревьев, хвойных и лиственных Обратите внимание, кролики-гиганты нуждаются в чистой и свежей питьевой воде Соблюдение этого правила снизит риск возникновения отравлений и заболеваний Разведение кроликов-великанов При разведении кроликов-великанов следует учесть, что половая зрелость у них наступает в 6-7 месяцев Самки обладают высокой плодовитостью В среднем за один акрол можно получить около 7 крольчат В отличие от мелких пород самки-великанов обладают не столь развитым материнским инстинктом Это проявляется в неспособности обустроить гнездо для малышей и пропуск кормления крольчат Несмотря на это крольчиха имеет достаточный запас молока, чтобы выкормить потомство Крольчат отсаживают в возрасте полутора месяца В это же время самку можно готовить к новой случке Чтобы вырастить хорошее потомство кролиководу необходимо следить за беременной самкой Помочь ей обустроить гнездо в маточном отделении И подкладывать малышей для кормления Кролики породы великан представлены большим разнообразием видов Некоторых из них разводят ради шкуры высокого качества Других используют в мясном направлении Неприхотливы кролики великаны в разведении выращивания и кормления Поэтому их разведение считается рыбольной бизнес-идеей 0.0 VOT ARTICLE RATING Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok